Здравствуйте, друзья! Сейчас разберем небольшие нюансы с вот этим местным, о котором вообще массажисты и мануальщики редко говорят. Вот позвонок L5 получается у нас. Соединяется с S1, это вот крестьцом, да? Вот тут сустав, L5-S1. Вот то, что мы видим в ямочке, особенно у женщин хорошо видны, да? Это вот эти вот кости. Вот как раз между ними находится сустав. А еще есть вот этот вот сустав, ну, связка, между L5, его поперечным отростком, да, и подвздошной костью. Называется PPS, пояснично-подвздошный сустав, либо связка. Вот из-за того, что разная длина ног, да, у нас, получается, меняется положение тазовых костей. То есть тазовых костей могут быть относительно крестца. Вот так развернуты. Этот, например, вперед пошел на экстензию, на флексию, а этот на экстензию назад, да? Могут быть вот так вот одна повернута, другая вот так. То есть и крестец вместе с ними так поворачивается. Поэтому, когда мы меряем по диагонали вот так вот, иногда бывает, что здесь лазят два пальца, например, да? А здесь три пальца пролазят, да? Соответственно, нам надо вот эту часть разжать, разжать с помощью ударных техник. Ну, как там бьем? Вот так пальчиком можем пробить туда, да? Вот так палец поставили, пробиваем. Видите, в какое направление я бью? Подик с декомпрессией по диагонали вниз, чтобы расширить ее. Либо, когда мы вот локтевые техники проходим, да? Прямо туда вставляем острел локтя, ну, примерно, ну, вот такого диаметра, да? И пробиваем вот сюда, получается, вот такой вот удар локтем. Но, нужно выбрать правильный угол. Дело в том, что кости по кости бить всегда больно, да? Поэтому, если вы бьете вот так вот, вы задеваете вот эту вот одоленную кость, и просто будет больно человеку, да? Поэтому мы бьем вот немножко под углом вот вовнутрь, вот сюда. Стараемся его расширить за счет ширины своего локтя. Когда мы совершаем удары по гребню, получается, 4 удара, раз, два, три, четыре, в направлении пятки ровно движемся, да? И я вам уже говорил, да, чтобы костью по кости не биться, во-первых, делаем валик из кожи и жира человека, да, где-то сантиметра три захватываем сверху, и как бы через него, и локтя заворачиваем уже не острием, а уже вот этим треугольничком. То есть уже вот этой вот частью будет удар мягче, и человек все это выдерживает спокойно. Зато у него постоянно вот тут вот раскрепощается. Л5-С1 сустав, да, пояснично-крестцовый сустав, и ППС. Вот для этого, вот берите много внимания, да, такие тонкости у нас, тонкостей таких много. А вообще лучше вам быть здесь, на тренинге у Олега Лафа Гудвина. Он вас все научит, все покажет, руки поставит. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok